Кто сегодня заинтересован в войне до последнего украинца? Кто сегодня заинтересован в войне до последнего украинца? За голоса жителей Юго-Востока Украины поборются 4 кандидата-коммерсанта 21 января 2019 года. 18.57 на Украине завершилось формирование блока кандидатов в президенты, претендующих на голоса жителей Юго-Востока страны. Это представители обеих частей расколовшегося оппозиционного блока Юрий Бойко и Александр Вилку, а также член политической партии нашей Евгений Мураев-юморист Владимир Зеленский. Между тем опрошенный твердый знак эксперты констатируют, в обществе существует достаточно крепкий проукраинский консенсус, что в любом случае не позволило бы пророссийскому кандидату подняться выше третьего места. До окончания регистрации кандидатов в президенты Украины остается меньше двух недель. Последний день для подачи документов 3 февраля, а сами выборы пройдут 31 марта. Основные участники гонки действующий президент страны Петр Порошенко и лидер опросов, глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко пока официально не объявили о своем участии, хотя очевидно, что они сделают это в ближайшие дни. Зато о намерении бороться за президентское кресло уже заявили все политики, которых можно назвать условно пророссийскими или представляющими интересы русскоязычных регионов на юго-востоке страны. Последним из них стал заместитель главы парламентской фракции оппозиционный блок Александр Вилкул, 20 января официально выдвинувшись от своей политической силы. Выступая на форуме за мир и развитие в индустриальном центре Востока Украины Запорожья, и что примечательно, на русском языке, он обещал в первые месяцы своего правления остановить войну в Донбассе. Мы знаем, как за пять лет, президентский срок на Украине, твердый знак, в корне изменить ситуацию. Первое и самое важное быстро добиться мира, сказал господин Вилкул. Кто сегодня заинтересован в войне до последнего украинца? Только действующая власть. Я с уверенностью говорю, что в первые же дни после нашей победы перестанут стрелять. Но для того, чтобы добиться устойчивого мира, потребуется 6-8 месяцев. Мы обязаны выйти на прямые переговоры с теми, в чьих руках судьба мира в нашей стране. На прямые переговоры с Америкой и на прямые переговоры с Россией. Он также предложил состав миротворческой миссии, которую следует ввести в Донбасс. Из постсоветских стран в ней должны быть представлены Белоруссия, Казахстан и Азербайджан, из европейских Финляндия, Швеция и Австрия. Отметим, что выступление господина Вилкула на Запорожском форуме и заявление о выдвижении – это лишь первый шаг на пути регистрации как кандидата, в то время как документы в ЦИК он еще не подал. Оценить шансы потенциального кандидата в предвыборной борьбе также непросто исследование социологических служб, проведенные после новогодних праздников, еще не опубликованы. Что касается декабрьских опросов, то они для Александра Вилкула выглядят неутешительно. Его рейтинг не превышает 2%. Намного успешнее господина Вилкула сейчас выглядит его экс-соратник по оппозиционному блоку Юрий Бойко. Его рейтинг составляет около 10-11%, что ставит его на 4-е, а то и на 3-е место после Юлии Тимошенко – около 20%, и Владимира Зеленского – около 13%. Рейтинг нынешнего президента Украины Петра Порошенко примерно равен рейтингу господина Бойко. Власть понимает, что мы представляем серьезную силу и боится нас. Они вместе с нашими конкурентами используют все свои ресурсы, чтобы помешать нам принять участие в выборах. Но мы не боимся этого, написал Юрий Бойко в Facebook 17 января, объявляя, что подал документы в ЦИК. Он подчеркнул, что его поддерживает оппозиционная платформа «За жизнь». Новая политическая сила, отколовшаяся в ноябре 2018 года от оппозиционного блока «СМ». Твердый знак от 22 ноября 2018 года. По мнению опрошенных «Твердый знак» экспертов, к этому привело обострившееся противостояние олигархических кланов Рената Ахметова с одной стороны и Дмитрия Ферташа с другой. Однако внешне это выглядело так, что сторонники Юрия Бойко обвинили соратников в излишнем сближении с властью. Как и Александр Вилкул, Юрий Бойко ставит своей первоочередной целью достижения мира, однако переговоры на этот счет он видит совсем не так, как его конкурент. Если господин Вилкул предлагает привлекать к решению мировые силы, Россию, США и в целом совбез ООН, то господин Бойко считает возможным решить вопрос внутри Украины в частности, предложив Донбассу программу возрождения его промышленности. Третьим и пока что единственным официально зарегистрированным кандидатом, претендующим на голоса Юго-Востока Украины можно назвать харьковчанина, депутата Верховной Рады Евгения Мурэева. Сейчас он выдвигается от партии «Наши», однако до этого успел побывать членом партии регионов, оппозиционного блока и партии «За жизнь». Поддержка господина Мурэева, согласно декабрьскому исследованию социологической группы «Рейтинг», оценивалась в 4,5%. На своей странице в Facebook Евгений Мураев выступает за широкую децентрализацию и компромиссы с соседями, а также утверждает, что настоящими патриотами Украины люди могут быть вне зависимости от того, на каком говорят языки и в какую ходят церковь. Ранее политик также активно участвовал в конфликте внутри оппозиционного блока, однако сейчас стремится дистанцироваться от него. Что, впрочем, не мешает ему отмечать, что часть его идей была использована Александром Вилкулом на форуме в Запорожье, как на Украине стартовала предвыборная кампания четвертым кандидатом, играющим на политическом поле Юго-Востока, можно назвать комика Владимира Зеленского, который, несмотря на отсутствие политического опыта, занимает по опросам второе место с рейтингом около 13%. В своей партии, основанной 2 декабря 2018 года, он дал имя «Слуга народа» также назывался комедийный сериал, в котором актер сыграл киевского учителя Василия Голобородько, неожиданного победившего на президентских выборах. О желании баллотироваться господин Зеленский объявил еще в новогоднюю ночь, однако официально партия приняла решение о его выдвижении только в понедельник. Теперь эпизоды из этого сериала господин Зеленский использует в качестве своих предвыборных роликов, параллельно участвуя в съемках очередного уже третьего сезона. Хотя господин Зеленский не говорит о необходимости сближения с Россией, и даже, наоборот, отверг обвинения в наличии бизнеса в Москве, на востоке Украины его воспринимают положительно. Нельзя поставить знак равенства между Юго-Востоком Украины и пророссийскостью, сказал твердый знак эксперт Российского Совета по международным делам, РСМД, Александр Гущин, в обществе, в том числе на Юго-Востоке, сложился крепкий проукраинский консенсус, и большая часть электората настроена в поддержку своей государственности, хотя и видит ее по-другому. Одним из важных моментов эксперт отметил неприятие имя жесткого создания Православной Церкви Украины в противовес Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, а также в целом навязыванием западноукраинской идеологии. По словам господина Гущина, электорат Владимира Зеленского это молодые городские жители в основном юга страны. В случае его провала эти люди, отмечает собеседник твердый знак, пойдут во втором туре голосовать за Юлию Тимошенко, как Евромайдан поменял мир и Россию глава Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил твердый знак, что все так называемые пророссийские кандидаты по сути пророссийскими не являются. Ни один из них напрямую не заявляет о том, что намерен сотрудничать с Россией и строить с ней крепкие дружественные отношения. При этом у Вилкула и Мураева рейтинг колеблется в районе статистической погрешности, но хотя бы есть идеология, а Юрий Бойко, имеющий гораздо лучший результат, в принципе не делает идеологических заявлений, а говорит от противного, где противным является нынешняя украинская власть, отметил собеседник твердый знак. Господин Карасев также добавил, что защита кандидатами прав русскоязычных это не пророссийские заявления, а работа на собственный русскоязычный электорат. Ни один из этих кандидатов не действует впрямую на левом электоральном поле, которое сейчас является открытым и востребованным, добавил эксперт, дав понять, что их перспективы не слишком высоки. Даже если бы проект по выдвижению единого пророссийского кандидата удался, этот кандидат бы уверенно занял третье место, но не выше, сказал Александр Гущин. Все таки учитывая преимущество президентской команды по административному ресурсу и рейтинг Тимошенко, шансов на лучший результат у него не было бы. Другой момент, что президентские выборы используются для демонстрации себя перед парламентскими выборами, также запланированными на этот год. И поэтому результаты 5-7% не выглядят как проигрыш. Кирилл Кривошев, Янина Соколовская, Киев, на Украине прорепетировали президентские выборы на Украине в конце декабря объявили предварительные результаты местных выборов, которые прошли в 13 регионах страны. Однако первым это сделал не ЦИК, а две конкурирующие политические силы президентский блок Петра Порошенко, БПП, и партия Батькивщина во главе с Юлией Тимошенко. Каждый из противников заявлял о своей победе, причем в БПП утверждали, что возглавят 52 из 78 территориальных единиц, где прошли выборы. По мнению собеседников твердый знак в Киеве, такой результат говорит о том, что, несмотря на свой низкий рейтинг, Петр Порошенко вовсе не станет для госпожи Тимошенко легким противником на президентских выборах в марте 2019 года. Читать далее.